Царю Небесный, Утешителю души истинны, И живи с десы, И вся исполняяй Сокровище благих, И жизни подателю Приди вселися вны, И очистены от всяких скверны, И спаси, Боже, души нашу. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови наше занятие, собрание по Слову Твоему Святому. С чадами даров, Господи, нам всем помнить, что судить будешь не Ты, Господи, нас, а Слово, которое Ты говорил когда-то. Это Слово, Святая Библия, Священное Писание. Помоги, Господи, разуметь его, чтобы быть готовыми пристать на судилище Твоем и ответить на все вопросы. Помоги, Господи, нам все преодолевшую стоять, сверую на надежду воскресения и жизнь вечную. Дару, Господи, нам первую любовь не забыть. Рождение свыше. Помоги. Помоги, Господи, братьям, крещённым, крещённым, чадам, вести искреннюю веру. Тебе слава за всё, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Вы, и отца и сына, и святой Духа. Аминь. Сейчас передай всех. Так, продолжаем книгу Судей мы. Книга Судей? Мы читали начало книг Иисуса Новина. Да, на нас потому что мало было. Поэтому мы с вами другое проходили. Мы сейчас проходим книгу Судей. Книгу Судей, 20 главу. Мы начали в 19-ю. В те дни, когда не было царя у Израиля. Жил один левит на склоне горы Ефремой. Он взял себе наложницу из Вифлеема иудейского. Наложница его поссорила с ним и ушла от него в дом отца своего Вифлеема иудейский. Была там 4 месяца. Ну и обыкновенная история для нас безбожников. Так везде происходит. Если не знаете, я вам скажу, что все это вы будете знать. Постоянно сходятся и расходятся. Именно слово наложница здесь. Наложница это не жена. То есть не было у них там ни венчания, ничего такого. Ну тогда тоже было своеобразное венчание. Благословения дают родители. Ничего, просто пошел, взял. Поссорилась с ним. Чего-то не поссорилась, скажите мне на милость. До такой степени, что ушла в дом отца. А отец ничего не знает, ничего не благословлял. Она там ему пожаловалась. Он меня там, может, бьет там или что. Плохо на меня сказал. Сказал, ты тварь. И я обиделась на него. И ушла. А все почему? Потому что написано, не было царя у Израиля. А царя где? Да и в голове не было царя. Вот самое главное. Как говорит профессор Преображенский в собачьем сердце. Главное разруха. Говорит, это что, старуха с клюкой? С клюкой. Вот это называется клюка. Ты такая старуха. Идет с клюкой. Я разруха. Нет, говорит. Вот здесь, говорит, в голове. Если, говорит, Зимка с Дарьей Михайловной будут ходить в клозет мимо унитаза, и разруха начнется. Будем ходить, все калитки настиж оставлять, и разруха начнется. Зимой не будем топить, как Василий Николаевич у нас. Не топит зимой. И разруха начнется у нас. Начнем мерзнуть, мозг засыхать. Нам ни Слово Божие не почитать, ничего. Разруха начинается здесь. Сначала. Вот тут. Первым делом мы не знаем Слово Божие. Не хотим его знать. Все, и начинается разруха. Во всем. Начинаются ссоры какие-то. Кто-то куда-то убегает. Кто-то не исполняет законы. И дальше. Муж ее встал и пошел за ней. А написано уже муж ее. Чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. Называется подкалушник. Еще такое слово есть. Не смог обуздать нрав этой девицы, непокорной женщины. А теперь нужно идти к сердцу говорить. То есть я тебя люблю. Да я пошутил. То, что я тебе дал под щечину, то, что я отлетела до стены. Да это случайно. Ну, механизм какой-то сработал случайный. А так-то я тебя точно люблю. В следующий раз я не так сильно буду бить тебя. С ним мы слуга его и пара слуха. Хорошо жили и слуги у них и все. А он в любвица. Она вела его в дом отца своего отец этой молодой женщины. Увидев его, с радостью встретила его. Удерживала его. Тест его отец молодой женщины. И пробыли они у него. В общем, долго они пробыли тут. Все описывается сколько. И на пятый день только он встал по утру, чтобы идти. А отец все еще останавливает его. И вот в конечном итоге пришлось им идти к ночи. Но муж не согласился ночевать. Встал и пошел. И пришел к Иеусу, что ныне Иерусалим. С ним пара новичных ослов. И когда они были близ Иеуса, день уже преклонялся. И сказал слуга господину, зайдем в этот город Иеусеев и заночу им. А господин сказал, нет, не пойдем. Это город иноплеменников. То есть тогда еще Иерусалим, то есть Иеус не был израильским. Не было Давида, он его еще не захватил. Его захватит еще только Давид. А так там жили язычники, которых евреи не смогли изгнать. Почему? Потому что там были крепкие стены. Крепкие стены. Рядом колодец с водой. Еды много. Осадных машин не было еще тогда таких. Каких-то планов, как захватывать такие крепости усиленные. Поэтому евреи их оставили. Пошли дальше захватывать. То есть прямую не исполняли закон Божий. Господь сказал уничтожить всех. Всех иноплеменников. Почему? Чтобы не было вам примера поклонения языческим богам. Вот для чего. А так, ну а какая допустим, ну какая в этом беда сильная. Если, ну пара-тройка крепостей там с язычниками останется посреди Израиля. Народа Божьего. Какая беда-то будет? Ну что случится? Они могут в меру свое обращать. Да, молодец. Это самое правильное. То есть это, они не будут даже убивать их. Самое главное, это будет духовная зараза. Вот чем дело. А откуда она будет идти от того, что мы еврейский народ Божий и не смогли захватить эти крепости? Не смогли. А Бог сказал, истребите всех. То есть понятно, Бог с тобой. Стены Иерихона пали. Гай пал. А почему Иерус не пал? Будущее Иерусалим. Не пал. Не пал. То есть язычники остались непобежденными. И это будет действовать на молодежь. Молодежь будет смотреть и говорить. Такие же герои, как он в Иерусе. Вот это героические люди. Мы на них нападали, а и не смогли их победить. Вот это мужики крепкие. А кому они молятся? Да, какому-то там Ханусу. О, нам тоже надо ему молиться. Наш-то Бог что, слабый Бог. И все. То есть понятия это были чисто плотные. Недуховного плана. И поэтому все это надо было делать. Но закон не исполнен. Закон не исполнен. Не было написано царя в Израиле. То есть Иисус Новин умер. И все. И никого нет. Господь как бы никого не оставил. Судей оставляет. А судьи... Ну кто такие судьи? Судьи это же не царь. Судьи же это не Иисус Новин, который был на горе. Там Бога видел. А тут в суде кто-то сказал. Кто-то верит. Кто-то не верит в это. А то, что судьями великие дела Божии творились. Как мы видим. Самсон. Какой? Ну никакой. Он ходил по женщинам. И на племенным женщинам ходил. Что там он еще такого? Ну не ел ничего там из вина. Вино не пил. Ничего из винограда не ел. Волосы там у него длинные были. И он какой силой обладал мощный. Мощный просто был. Там 10 тысяч напал, он тысячу из них убил. Остальные конечно побежали. Против одного человека. Ну это даже не представить просто. Показывают там. Фильмы есть, да. Но как-то сладенько это все снято. А на самом деле там было наверное жестко все очень. И жестоко. Ну как так. И 10-тысячное войско нападает на одного человека. А евреи стоят. Они его сдали сами. Связали его веревками новыми и привели. А он веревки порвал. И как давай этих долбить филистимлян. Убивать. И причем ослиной челюстью. Челюсть-то там у осла она небольшая. То есть они подходили к нему прям близко. И он их крушил. А как стрелы? Стрелами стреляли. Да поди стреляли. Не попали? Не попали. Ну то есть вот такое чудо. И после этого чуда 40 лет. И народ живет туда. Помнят еще. Ну да. Но этот-то был мощный мужик Самсон. Мы его помним. Но все равно потом одолели же его язычники. Опять начинается в сердце закрадываться тоска какая-то. И опять они не верят в Господа. А почему? Не было Иисуса Христа Господа нашего. Он не показал пример, что можно быть слабым и победить полностью. Слабым для людей мира сего слабым. То есть слабым. Это значит что такое слабость для людей мира сего? Кто скажет? Слабость. В чем она? Возможности. А? То есть мало возможностей. Мало возможностей у тебя. То есть у тебя денег нету дальше. Что у тебя еще? Допустим больной ты, да? Тоже. Потом дальше. Влияние. Влияние. То есть ты не хочешь быть хозяином чего-то, да? Просто работаешь сам. А у тебя может быть какие-то родители там или кто-то, друзья могут тебе сделать, что ты будешь начальником. А ты не хочешь. Сам не хочешь. Это тоже является слабостью. Слабостью. Потом дальше вот сильная, чрезмерная любовь к животным. Ну, как чрезмерная. Что там у тебя есть? Собаки там, кошки. Это тоже считается слабостью. Тоже не очень хорошо. Все должны тебе подчиняться. Если у тебя должен быть собака, то вот такой волкодав. Если кошка, то рысь. И сейчас везде повсеместно богатые держат рысей, леопардов, гепардов. Почему? А у меня какой-то лучик с елепашкой. Хорошо, что он есть у тебя. Слава Богу, это хорошо. Это не слабость. Это не слабость, что ты любишь животных. Написано, праведник милует скоты своя. Милует. Мы должны иметь мягкое сердце. Для чего мы должны мягкое сердце иметь? Для чего должны мягкое сердце иметь? Христос нам заповедовал такое сердце иметь. Говорит, и заменю ваше каменное сердце на плотяное. А у них что, каменные были сердца у евреев? Никольку они бояли. А у них были каменные сердца. И не потому, что они даже воевали. Потому что они неправильно мыслили по себе. Они были народом Божиим не по рождению. Они себя считали. Родился ты евреем? Все. Бог с тобою. А нужно было быть евреем по духу. По духу. По духу. То есть любой закон, ты должен за него до конца стоять. Любое какое-то действие. За каждое слово Божие ты должен умирать. Но не каждый это мог сделать. Позволить себе. И мы видим, что народ полностью развратился. Ничего не осталось от них. И вот чем дело-то заканчивается. И вот он не захотел идти к язычникам. А язычники, они плохие, конечно, мы поняли. И пошли не дальше. А уже солнце закатилось. Ну, то есть темно стало. Около Гивы Вениаминовой. Вениамитяне. Это младший брат Исаака. Якова. Сейчас, подожди. Это младший брат Иосии. Иосифа. В Египте продали братья Иосифа. Иосифа. Его младший брат Вениамин был. Их было всего 12 братьев. А тогда было только 11, когда они его в Египет продали торговцам. Они арабам. Они его туда увезли к Египту и там продали египтянам. И вот он там жил. И родился Иосиф. Он маленький самый был. И он его там, можно сказать, еще и не видел даже как следует. И он потом все спрашивает. Они говорят, а еще там один брат у нас есть. Один, говорит, пропал. Один есть, когда они пришли хлеб покупать. И он говорит, если его не приведете ко мне, то он. И вот этот самый брат-то был Вениамин. Вениамин. Это радость или печаль. Мать его по-другому назвала. Но отец сказал, что он не был дитям боли. Но он говорит, нет, не будем так его называть. Ну, она умерла после этого. Родила его и умерла. Ну, ничего хорошего в этом нету, конечно. Поэтому она так и назвала. Тяжело было ей. Ну, ему-то еще жить дальше. Потому что по именам, как бы, человека видели. Поэтому называли так, чтобы это было. Вот до сих пор, допустим, в католических странах. Там в Италии, в Испании. Там у них по нескольку имену дается. В Италии вообще имену 15, может быть. Лука, там Марк, там Иосиф, там. Перечисляют, перечисляют, перечисляют. А как это надо называть? Лука-Мосиф какой-нибудь. Называй меня. Ну, такие странные. А для чего? Чтобы его печали, судьбы, все эти вот нехорошие несчастья обошли стороной. Других там каких-то людей. Касались у кого одно имя. А к нему придет печаль или тоска, или плохая судьба. Назовут его, назовут его как-нибудь там по имени. А это не он. Почему? Да потому что у него еще 14 именов впереди. Ну, это чисто шаманство какое-то у людей. Ну, вот Вениамин. Это одно из колен Израилевых. То есть хорошие люди там должны жить, по идее. К своим пришел, правильно? К своим пришел. Христос тоже к своим пришел. И что? И они его не приели. Ну, вот так вот. И сейчас смотрим, как получилось это созвучно со Христом, этого человека с женой. И на улице. И никто не приглашает его в дом для ночлега. И вот идет один старик с работой своей. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Геве. Жители же места всего были сыны Вениаминовой. А этот ефремлянин, это не Вениаминяин был, старик. И он поднял глаза и увидел прохожего на улице городской. И сказал, старик, куда идешь и откуда ты пришел? И он сказал, откуда. И он говорит, к дому Господа. И теперь идут к дому Господа. И никто не приглашает меня в дом. А у нас все есть с собой. Старик сказал, будь спокоен. Весь недостаток в уйнам нет. Только я не ночую на улице города. И вел его в дом свой. И дал корму, а слабливаю. А сами они омыли ноги свои, и ели, и пили. Вот это мне интересно. Что не ночую-то, почему? Что там дождь пойдет или что? Что не ночевать-то? Сейчас. Ну у них там тепло. У них сейчас сколько температур, знаете? Ну там зашкаливает. Ну там дует ветерок со Средиземного моря. И у них там эти бризы называются. Вот моя жена Марина, Геннадий, она была в Греции. Ну недалеко там, тоже Средиземное море. И она говорит, там было 30-35 градусов. Говорит, вообще не чувствуется. Постоянно дует такой освежающий ветерок. Дышится так легко. Вот это ионизированное. Прям, говорит, вообще до такой степени. Прям лёгкость такая необыкновенная. И вроде бы должна быть жара. И не жарко. Даже, говорит, не охота куда-то купаться. Вот до такой степени приятно телу. И тоже у них там так же было. Всё хорошо. Всё было прекрасно. Спит и спокойно себе. Говорится, и под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Нет, говорит, не ночуйте на улице. А в чём дело-то? В чём, в чём? Ну, заночевал бы там рядом с домом. Насиновали. Кто насиновали спал? В шалаше кто спал? Сед. Помните шалаше кто был? Да. Ну и как? А? Духмяна? Да. Духмяна. Так ещё что-нибудь только, чтобы соломинка не тыкала в ноздрю куда-нибудь. Или ещё хорошо так спится вообще. Это немного протекало там, когда был дождик. Ну, это мелочи. Протекало это как бы бонус такой ещё. Раз-раз покапало немножко, ты строжно отодвинулся. Так, хорошо. Опускает, протекает. А, какие-то вене альминовые, это же священники? Кто? Какая-то вене альминовые, это же священники? Нет, левиты. А, что? Левиинцы, священники. То есть пол, кто там же был. Кто был там? Ну и вот, а он говорит, не ночуйте на улице. И мы думаем, а что не ночевать-то в тепле, да? Ну, что не ночевать-то? Какие-то сезоны, там что, мороз начнётся или что? А оказывается, всё в тобе, как говорят крестьяне. Всё в головах, этот клозет-то, как обосанный. Вот в чём дело. И дальше-то. А он пёл его в дом свой и дал корму у нас, слава. А сами они омыли ноги свои, ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои. То есть всё хорошо, казалось бы, всё дома. В доме они там всё. И вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома. Выведи человека, вошедшего в дом твой. Мы познаем его. Познаем его, это значит, с этим человеком, с мужчиной, вот эти жители города, а не мужики тоже, сделают то, что с женщинами, со своими жёнами они делали. Понятно? Что значит познать? Это не значит там познать его, рассмотреть, там по головке погладить. Требуху потрогать. Да ты жирный какой-то, тебе худеть надо. Нет, не поэтому. Не поэтому. А для того, чтобы себе доставить мнимые наслаждения. А не наслаждения, сатанинские, поэтому мы их называем мнимыми. Есть истинные наслаждения, когда всё по закону Божьему идёт. Когда брак сосвященный и так далее. Хозяин дома вышел к ним и сказал. Нет, братья мои. Представь, братья ещё называют. Не делайте зла. Чего они этого старика-то не взломали, непонятно. Когда человек себе вошёл в дом мой, не делайте этого безумия. Видишь, как он правду говорит. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведем их, и смирите их, и делайте с ними что угодно. С человеком всем не делайте этого безумия. Тоже добрый дедушка, да? Ну, вроде как бы это нехорошо с мужиком-то делать. А почему они мужика-то захотели? У меня вообще до сих пор странно всё это. Ну, вот, говорит, вам двух дадим. Девицу и наложницу дадим. То есть, свою дочь отдаёт. Чтобы только закрыть этого человека. Чтобы не было этого постыдного греха. Это называется то, что они сделают блуд. Блуд. Кто-то прелюбодей, потому что у него же жена, наверное, сидит где-то недалеко. Он пришёл мужика пробовать. Кошмар. Дорогие мои младшие братья и сёстры. Это всё происходит, когда в голове такая разруха. Он правильно сказал, это безумие настоящее. Понимаете? Мы это должны всё ненавидеть, эти мерзости. Ненавидеть. Когда слышим гей-парады какие-то. Когда видим эти ухмыляющиеся морды их. Вот эти телеса гадкие. Мы должны это всё ненавидеть. Понимаете? Но, в то же время, если есть возможность, мы должны этим людям благовествовать. Понимаете? Как тяжело. Это тяжело. Как с такими людьми разговаривать? Не знаю. Я ни разу не разговаривал. Может быть, разговаривал, он не знал. Но, вот мне бы сказали, что это вот такой человек, который любит познавать мужиков. Ну, этого мужика, как бы сказали. Иди с ним, там, по благовеству ему. Я не знаю, как бы поступить, честно признаюсь. Поэтому подальше не ходите по тёмным улицам города. Ни в каких компаниях, где не знаете людей, не участвуйте. Потому что вы не знаете, на что вы наруетесь, на какую мерзость. А эта мерзость вас доведёт до могилы. И вот всё, что вас родили родители, что кормили вас, воспитывали, и пойдёт «Псу под хвост» называется. Хотя, псы, они бедные. У меня карамелька вытирает жопку, ездит метров пять. То есть, там, чисто у неё. Я прям заглядываю потом, чисто. Прям, ну, по асфальту, по-новому, правда. Понимаете, они чистоплотные, а говорят «Псу под хвост». Ну, наверное, какие-то псы такие, шелудивые. Что-то такое. Ещё вот недавно объявили по интернету то, что будет фильмы. То есть, современные, которые... Запели. То, что современный фильм, который сейчас вышли, сообщество толерантности, в общем, возмутилось, а почему там нету садомитов. А, ну да, это понятно. Ну и хотят сделать это, Человека-паука, чтобы там были, это, Человек-паук был садомитом, и Тора-девушку, чтобы была садомиткой. Ну, понятно. Второе. И вот, значит... Не жалко, что мы остановились. Ну, не жалко, конечно. Давайте отдумаем пока всё это. Господь нам так дал, видите. Пойдём молиться братьями. Вы как следует об этом подумайте. Подумайте. Чтобы Господь дал вам через это веру искреннюю. В себя и в Слово Святое. Чтобы никогда с нами этого не случилось. А то, что случилось вот с этим левитом, с наложницей, с этими винеамитянами, казалось бы, верующими людьми. Господу к нашему славу во веки веков за предупреждение сии. Аминь. С Богом, Боже.